Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем шить бабу-ягу. Для этого нам понадобится ткань телесного цвета. У меня был хлопок шириной 32 сантиметра. Берем выкройку, раскладываем так, чтобы расход ткани был меньше всего. Не забываем оставлять припуски 0,5-0,7 миллиметров. Переносим все детали при помощи мыла или мела. Прострачиваем детали на швейной машинке, или также это можно сделать вручную, швом назад иголку. Вырезаем детали, делая припуски 0,5-0,7 миллиметров. В местах закругления и углах делаем надсечки, чтобы при выворачивании детали швы не тянули. Растрачиваем выточки для объема на голове, соединяем иголкой швы и прокладываем строчку. Выворачиваем детали, формируя палочкой швы, пальчики, нос, на носу бородавку, в общем все мелкие детали. Для этого мы делали надсечки на припусках в закругленных местах и углах, чтобы швы не тянули. Придать форму тела нам поможет проволока, чтобы могли сгибаться руки, ноги у игрушки. Берем проволоку, при помощи плоскогубцев делаем ноги, каркас для туловища, руки. Отмеряем длину, прикладывая проволоку к деталям игрушки. Проверяем размер, убираем лишнее и загибаем концы проволоки плоскогубцами. В теле игрушки сделала больше отверстия, для того, чтобы было удобнее вставлять каркас, а после прикреплять ноги к нему. Проволоку для рук закругляем с двух сторон, где будет кисть делаем побольше, а наверху поменьше. Набиваем деталь шариковым холофайбером, при помощи пинцета и палочки. Сначала набиваем немного деталь, потом вставляем проволоку, так, чтобы она была посередине, а не торчала из ткани. Набиваем деталь до конца. Будьте осторожны, закруглите концы проволоки, так, чтобы они вас не царапали. Я это сделала не сразу, поэтому все руки у меня были потом в лекопластыре. Можно и саму проволоку обмотать рулонным лекопластырем, так делают многие мастера, для того, чтобы закрепить проволоку в местах скручивания, чтобы она не просвечивала, если вдруг окажется не посередине и чтобы вас не царапало. Ноги вставляем в тело снизу, швы соединяем друг с другом булавкой посередине и закрепляем сами ноги. Прокладываем строчку на машинке аккуратно, чтобы игла не попала на проволоку и не сломалась. Также это можно сделать вручную, тем же швом назад иголку. Вставляем каркас в тело, предварительно набив нос, подбородок и голову бабы-яги. В проволоку ног прикручиваем к каркасу тела. Набиваем тело холофайбером. Зашиваем отверстия для набивания потайным швом. Также зашиваем отверстия на руках, они у нас будут крепиться к телу пуговичным креплением. Сначала сделаем пальчики на руках. Для этого берем иголку с ниткой, намечаем, где у нас будут пальцы. Вставляем иглу, оставляя конец ниткин 7-10 см. Делаем несколько стежков в одном месте и дальше прошиваем, как на видео, до конца несколько раз. Также делаем со всеми пальцами. В конце возвращаем иголку, там где у нас остался кончик нитки. Делаем узелки и прячем нитку внутрь. Обрезаем концы нитки. Примеряем, где у нас будут находиться руки. Делаем пуговичное крепление. При таком креплении руки можно двигать, поднимать вверх-вниз. Нитки для пришивания беру хлопок ирис. Делаем узелок, прикрепляем руку, как показано на видео. Прикрепляем вторую руку и стягиваем их друг с другом. Для хорошего крепления можно сделать несколько раз. Туда-обратно. Выводим иглу между рукой и туловищем. Обкручиваем нитки крепления несколько раз. Делаем закрепки и выводим нитку в тело. Обрезаем концы. Подбираем цвет волос. Долго не могла определиться с цветом. А какой выбрали бы вы цвет? Пишите в комментариях. Когда выбрала цвет, сделала трессы. Как делать их смотрите в мастер-классе с куклой. Ссылку прикреплю. Трессы пришиваю к голове. Подрезаю, чтобы они были ровными. И вот, наконец, у Бабы-яги есть волосы. Приступаю к самому ответственному моменту. Нужно нарисовать лицо. Берем кисточки, акриловые краски. Сначала попробовала на кусочках ткани сделать образцы глаз, носа, бровей и рта. Вырезала их и примерила, как они будут выглядеть на игрушке. Поняла, что размер нужно делать чуть меньше. Намечаем булавками, где у нас будут находиться глаза и рисуем их карандашом. Также делаем вторую сторону. Стараемся сделать симметрично. Глаза, брови, нос, рот. Рисуем ей морщинки, родинки. Рисуем ей морщинки. Потом тонируем. Делаю это акриловой краской. Обычно тонируют пастелью или тенями, но у меня их нет. Синтетической кистью развожу краску водой. Пробую на кусочки ткани, а потом рисую на игрушке. Нужно найти баланс, чтобы не было много воды, а то краска может оставлять разводы. Но при этом нужно затонировать глаза, морщины, швы, нос, рот, подбородок. Когда все подсохнет, добавляю еще детали. Также рисую, тонирую руки и ноги. Вспомнила, что у меня есть румяна. Рисую ее щеки и прохожу по тонировке сверху. Рисуем глаза тонкой кисточкой. У меня синтетика номер два. Белой акриловой краской рисуем белок. Делаем блики и клыки. Черной краской рисуем зрачок и контур. Рисуем брови, морщины. Обводим все по линиям карандаша. Красной краской рисуем губы. Смешиваем ее с коричневой. Делаем цвет темнее. Зеленым цветом рисуем глаза, а черным прорисовываем по краю радужку. Добавляем блики в глазах белой краской. Рисуем рот и поверх тоже добавляем белую краску, делая блики. Аналогично рисуем руки. Продолжение следует... Баба Яга почти готова. Осталось сшить ей одежду, сделать аксессуары, ступу, метлу, лапти, но это уже в следующем видео. Если вы хотите поддержать мой канал или приобрести выкройку, буду рада. Напишу все данные в описании. До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!